Открытие мечети Танамрза подарило народу хорошее настроение. Это 17-я мечеть в семье. Молитвенный дом, построенный при поддержке предпринимателей и местного населения, состоит из двух этажей. На верхнем этаже находится главный молитвенный зал для мужчин, молитвенный зал для женщин и рабочий зал имама. А на цокольном этаже есть дополнительная молитвенная комната. Здание мечети вмещает 400 человек. Сегодня собралось много народа. Произошло историческое событие. Танамрза был бием, волосным управителем. Сегодня эта мечеть построена в честь него. Нашей радости нет предела. И о потомок этого человека можно сказать, что он является дедом для всех найманов. Большое значение имеет и присвоение этой мечети имени Танамрза. Танамрза Тлемюсула в 19 веке ввел очень большую просветительскую деятельность для казахского народа. Содержал орошаемые земли, приобщал народ к искусству и образованию. Построил мечети, открыл школы. На церемонии открытия собравшимися были представлены работы заслуженного деятеля страны. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурсбай Кажет Аганула поздравил жителей области с открытием новой мечети. Пусть всех благословит Аллах. Сегодня мы собрались на торжественном открытии еще одного дома Аллаха. Пусть Аллах прольет свет на это место, наполнит его людьми, дарует нам всем единство. На церемонии открытия от имени Духовного управления мусульман Казахстана были награждены благодарственными письмами лица, участвовавшие в строительстве мечети. Главным имамом мечети назначен Куанда Кашетаев. На Урсбай Кажет Аганула после ознакомления с мечетью встретился с представителями интеллигенции, общественными активистами и молодежью в педагогическом колледже имени Мухтара Ауэзова. Обсуждалась тема «Приверженность к традициям. Залог сохранности от деструктивных течений». Присутствовавший на встрече заместитель Акима области Абай Жаслан Сарсибаев отметил специфику содержания и значения совещания. Проведение такого мероприятия именно в области Абай не случайно, потому что, во-первых, наш регион является центром, в котором люди не утратили культуру и историю народа. Во-вторых, место проведения является одним из лидирующих учебных заведений во всей стране. На встрече, посвященной теме модернизации и продолжения молодежи казахских традиций, с докладами выступили этнограф, историк, летописец Молдабек Жамбулатов и директор молодежного ресурсного центра города Семи Эльдар Максутов. Эксперты подробно остановились на оптимальных путях формирования национальной ценности и значения традиции. Религия и ислам не чужда для нашего народа, но, как говорилось в моем докладе, это наша традиция и обычаи. Она развивается вместе с нашими традициями. Например, ислам пришел к нам от арабов, однако у нас есть свои собственные обычаи, которые прижились и органично вписались в религию. Я говорю о том, что у нас есть собственный код, отличный от арабского примера ислама. Во время встречи молодежь получила возможность задать главному муфтию свои вопросы и побеседовать с ним.